Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи расскажем и покажем, как приготовить пышные оладьи на дрожжах и молоке. Пышные и румяные оладушки готовить просто. Кулинарных рецептов приготовления пышных оладьей на сухих дрожжах существует огромное множество. Но мы хотим вам предложить один из таких рецептов, который не раз нас выручал, когда нужно было сытно накормить всю семью и заодно гостей. Ингредиенты, рассчитанные на 6 порций. Мука 4 стакана. Молоко 3 стакана. Растительное масло 1 столовая ложка. Яйца 2 штуки. Сухие дрожжи 1 чайная ложка. Сахар 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Растительное масло для обжарки 100 мл. Основной этап приготовления. Готовим необходимые для рецепта продукты. Готовим опару. Молоко подогреваем до температуры 35-40 градусов. Переливаем в миску для теста. Добавляем сахар и сухие дрожжи. Все хорошенечко перемешиваем. Всыпаем 1 третью часть просеянной муки и все так же тщательно перемешиваем. Получается жидкая основа для теста, по густоте напоминающая сметану. Даем опаре время для брожения примерно 10 минут. Для этого нужно оставить ее в теплом месте, без сквозняков. В подошедшую опару добавляем растительное масло, соль, яйца, которые можно заранее взбить венчиком. Всыпаем оставшуюся муку, которая также нужно предварительно просеять. Замешиваем тесто ложкой или силиконовой лопаточкой и ставим в теплое место, чтобы оно еще раз поднялось. Тесто готово! А из следующих шагов вы узнаете, как пожарить пышные оладьи на дрожжах и молоке. И не упустите важный момент! После подъема теста больше не перемешиваем, а жарим сразу. Наливаем на сковороду растительное масло и даем ему прогреться. Далее набираем столовой ложкой тесто и выкладываем его на сковороду в виде круглых лепешек. Делаем умеренный огонь и жарим оладьи с одной стороны до зарумянивания. Переворачиваем их на другую сторону и доводим до готовности. Используем все тесто, оладьев получится очень много. Во время жарки оладьи должны хорошо подняться и пропечься, а также приобрести золотистую корочку. Они не только аппетитно выглядят и превосходно пахнут, но еще и очень вкусные, особенно в свежем виде. Зовите всех к столу и устраивайте семейное чаепитие с таким прекрасным дополнением в виде пышных оладушек. Этот рецепт является одним из самых простых. Готовые оладьи подаем со сметаной, сгущенным молоком, вареньем, медом, джемом и прочими вкусностями, кому что нравится. Мы надеемся, что и вы приготовите пышные оладушки по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита! Продолжение следует...